С тех пор, как пандемия захватила регионы, а курс доллара неуклонно рос, рассчитывать на свет в конце тоннеля кризисов и лишений не приходилось. Но оказалось, для отрасли химической промышленности ограничения только сыграли на руку. Количество партнеров расширяется. Давний наш партнер – ангарский завод по выпуску оксидов железа для катализаторов. Он с нами работал в советское время, будучи я начальником третьего цеха. Этот вид продукции они у нас приобретали. Ну а потом, в силу всяких этих, они ушли на китайский продукт. Специалисты предприятия говорят, что прежде всего именно Китай поставлял российским компаниям фармпродукцию и компоненты катализаторов химических реакций. А сейчас за этим идут в том числе в Михайловский район. Химпроизводству здесь почти 100 лет. В последние годы удача была не на стороне предприятия. Прошлой зимой даже планировалось сокращение персонала, а спустя год завод стал развиваться. Летом здесь заработал обновленный цех гранулированных удобрений. Продукция очень востребована. Цех работает в полную мощность. Причем уже перешли на полногодичное производство. Если раньше работали сезонно, сейчас работаем круглый год. Как говорят эксперты, эти удобрения лучше кристаллических. Их они дольше находятся в почве, и растения получают больше азота. А значит и растут быстрее. Алтайскую продукцию отправляют на Юг России, в Московскую, Ленинградскую и Астраханскую области. У нас логистика здесь съедает, много логистика съедает. Хоть мы ищем различные подходы всегда здесь на связи, мониторим цены и все это. Но мы выходим на ту цену, которую диктует рынок. Если это брать китайский продукт, то, конечно, мы немножко уступаем в цене. Но опять же я уже вернусь к тому, что это качество. Качество, еще раз качество. За этот год объем производственной продукции вырос на 105%. И возможно предприятие сможет закрепить свои позиции на рынке за время закрытых границ. Качественный продукт, говорят специалисты, нужен всем. А вещества Михайловского завода пользуются спросом в ракетной и оборонной промышленности. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком!